Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о токеномике проекта Covalent. Проект Covalent использует технологии больших данных в разных блокчейнах и структурирует их своим пользователям сети. Подобного рода уже существует и успешно работает проект Graph. Это доказательство того, что все реализуемо и достижимо. Проект рабочий, есть большой спрос на эту технологию, это направление очень актуально. С помощью API-ключей Covalent позволяет любому пользователю, даже без навыков, получать информацию из блокчейна всего за несколько мгновений и использовать их в своих целях. Вот пример, как это работает. Здесь блокчейны разных проектов. Данные индексируются, проходя через проект Covalent. Затем они структурируются по классам А, Б и С и далее предоставляются готовые данные в доступности API-ключей, где не требуются особые навыки и есть возможность пользоваться в своих целях. Уже сейчас многие проекты активно пользуются данной технологией. Оплата за услугу будет внутренний токен проекта CQT, как для клиентов, так и для валидаторов сети. Всем известно, как спрос создает предложение. Из-за использования данных сети Covalent необходимо будет оплачивать их внутренним токеном, и это создает его ценность. В проекте есть разные звенья. Валидаторы, создатели блоков, индексаторы, ноды. Валидаторы являются неотъемлемой частью и несут высокую ответственность за работоспособность проекта. Чтобы стать валидатором, необходимо холдить достаточно большое количество монет проекта. На вопрос о росте цены актива Covalent можно ответить, что рост более очевиден, так как уже есть успех развития проекта, и сфера блокчейн-технологии идет только вперед. Соответственно, спрос за данными блокчейна будет только расти, и в этом также будет помогать проект Covalent, за услуги которого будет оплата внутренним токеном CQT. За увеличение спроса будет повышение цены актива. Также грамотный стейкинг в проекте может приводить к очень достойному росту цены токена. Максимальное количество монет проекта – 1 миллиард. В торгах будет на старте небольшая часть, и постепенно будут разблокироваться монеты в рынок. Негативный сценарий не всегда имеет место быть. На примере Solana можно увидеть, как при разблокировке токенов цена пошла не вниз, а вверх. Мы видим, что на Сид и Приват сейли покупались токены по очень низким ценам, в отличие от паблик сейла. Результаты будут видны при начале торгов. В первую очередь, конечно же, рынок двигает настроение, но низкая циркуляция дает уверенность в хорошей цене за токен. Плюс сам проект очень необходим в сфере блокчейн-технологий. Далее будет зависеть от проекта и их активностей. Но такие мощные партнеры и инвесторы часто стимулируют положительную производительность проектов. Также у проекта есть программа Амбассадор. В ней могут участвовать все, кто способен проявить себя. В Амбассадор мы называемся алхимиками. Есть различные действия и активности, которые награждаются токенами CQT. Лично мое участие в проекте в первую очередь приносит опыт и рост в данном направлении. Хочется быть частью истории и принимать участие в чем-то действительно нужном. Приглашаю всех активных и креативных людей принимать участие в проекте. Всем спасибо за внимание.